МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назван лучший актёр всех времён и народов. Им встал все подробности в выпуске. 7 кило счастья. Самый большой ребёнок в Украине и восьмой в семье родился в Запорожье. Итак, умер прямо у стен клиники в Киеве. Возле больницы скорой помощи скончался бездомный. На одном из информсайтов сообщается, что мужчина якобы обратился в БСП с травмами, но через некоторое время его труп нашли возле медучреждения. В сети разгорелась дискуссия, якобы бездомного отказались принимать в больнице, поскольку у него не было денег. Позже председатель наблюдательного совета больницы Анатолий Велимовский на своей странице Фейсбука проверка эти обвинения подчеркнув, что человек за помощью к медикам не обращался. Но служебное расследование по этому случаю всё равно проведут. Разобраться в ситуации обещают и в столичной полиции. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Тело отправили на судмедэкспертизу. По её заключениям и будет установлена причина смерти. Идём дальше. Трагедия в Харьковской области. В посёлке Новая Водолага. В результате пожара погибли три человека. 42-летняя женщина и двое её пятилетних детей. Огонь в их доме вспыхнул накануне около 8 часов вечера. Тела погибших спасатели нашли в комнате, которая не пострадала от огня, но помещение было затянуто дымом. В областном главке нацполиции сообщили, что по факту пожара открыто уголовное производство. Подозрение вызвал тот факт, что дом загорелся, когда дети приехали к матери на каникулы. Пятилетний мальчик и девочка проживали в школе-интернате. Масштабный пожар сегодня пришлось тушить одесским спасателям. В селе Крыжановка загорелись два жилых дома. Пламя охватило крыши. Огонь успел уничтожить несколько помещений, прежде чем пожарные его погасили. Никто не пострадал, крыши домов ремонту не подлежат, их придется перекрывать заново. Предварительных версий спасатели пока не назвали, но отметили, что с наступлением холодов количество возгораний в домах с печным отоплением и старой электропроводкой возросло. В Киеве подорожает проезд в маршрутках. Об этом одному из украинских СМИ сообщили сами перевозчики. По их словам, цены поднимут из-за подорожания топлива и цен на запчасти. Часть перевозчиков уже повысили стоимость проезда на одну-две гривни. Ну а часть обещает сделать это вскоре. Теперь, в зависимости от маршрута, стоимость билета составит от пяти до семи гривен. Тернополь может вообще остаться без маршрута. К виной всему противостояние водителей и местных властей. Сначала маршрутчики объявили забастовку в будний день. Ну а теперь и вовсе решили продать свои автобусы. Что не устраивает водителей маршрутных такси, расскажут наши корреспонденты. Страница одного из популярных украинских интернет-сайтов с объявлениями о продаже разнообразных товаров. Со средины этой недели здесь несколько предложений купить автобус в Тернополе. На фото даже видны таблички с указанием маршрутов, которые раньше обслуживали эти машины. Объявления появились именно в тот день, когда, казалось бы, безобидный конфликт между водителями микроавтобусов и местной властью вылился в открытое противостояние. Это водители маршрута как раз уходят со встречи с руководством города. Заявляют, продадут микроавтобусы и уедут работать за границу. А все из-за нововведения. С ноября прошлого года в городе электронная система оплаты за проезд. Пассажиры рассчитываются специальной карточкой. Считывающее устройство, валидатор находится у водителя. Он же должен выдать билеты. Мы обязаны дотриматься графику маршруту. За умови валидатора мы просто-напросто не встегаем и начинаем нарушивать. А когда мы порушуем, это идет на безопасную руху. И мы отвечаем за пассажирей. Через это мы не хотим. С этими валидаторами. В мэрии уверены, что причина забастовки совсем в другом. Готовка миттево начала сникать с громадского пассажирского транспорта, а сами автобусы. И через это водители вдалися до такого самозахиста. Если нет готовки, то они не могут брать столько, сколько они хотят. Бастующим пошли навстречу. Предложили набрать для рейсов кондукторов. Но водителей и этот вариант не устроил. Чтобы добиться своего, в середине недели с самого утра водители устроили забастовку. Не вышли на маршруты. В считанные минуты на остановках образовались толпы людей. На работу добирались по несколько часов. Пришлось добираться на работу троллейбуса. Дуже много людей на остановках. И все добираются кто чем может. Забирают автобусы, запирают частные машины. Несмотря на забастовку, на уступки маршрутчикам в мэрии идти не собираются. Город может обойтись коммунальным транспортом, автопарк которого планируют пополнить в ближайшее время. Чернополь вот-вот закупит новые троллейбусы. А вот водители спустя сутки простоя все же выехали на маршруты. Правда, по словам пассажиров, большинство из них перестали использовать валидаторы и берут оплату за проезд, как и прежде, наличными. Анастасия Старовой, Джанна Дудчак, Зиновия Автоназ, подробности телеканал Интер, Тернополь. В Борисполе, Киевской области, пьяная женщина за рулем врезалась в электроопору и дерево, убегая от патрульных. Об этом сообщает полиция города. На своей странице в Facebook водитель БМВ, выезжая с парковки, пересекла двойную сплошную полосу. В ответ на требования полицейских остановиться, она, наоборот, увеличила скорость и попыталась скрыться. В итоге не справилась с управлением. Потерпевшую доставили в больницу. У нее ушибы и легкие травмы. На Донбассе зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения. По сообщению штаба АТО, накануне был сбит беспилотник типа Орлан-10. Это беспилотный самолет-разведчик производства Российской Федерации, который оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. О вражеских обстрелах на Донецком и Луганском направлениях смотрите в материале нашего корреспондента Геннадия Вивденко. Под Авдеевкой такие серийные вражеские прострелы практически не утихают. Бойцы ведут наблюдение согласно инструкции. То есть здесь не первый день, как говорится, но и на своей земле. Все. Встретим их так, как надо. Украинские солдаты продолжают держать оборону. Голову категорически в бойницу нельзя сунуть сразу. Может быть беда. Пока да. Слава Богу. Пока слава Богу, нормально все. Ну, относительно. Под Авдеевкой от позиции наших десантников до противника считанные метры. Я спрашивал после очередного ночи, это часа, наверное, может в два часа ночи, в три, не помню точно. Я спрашивал, что не спится, по-чай попей лучше, зачем стреляешь? Ну, никто же не трогает. Вообще никто не трогает. То есть непонятно. Скорее всего, это команда поступает на открытие ГНЕ, потому что ночью это постоянно. Постоянно. На Луганском направлении также по-прежнему напряженно. Это уже не первое перемирие, которое я подписываю, на которое я даю свою сгоду, обещаю не стрелять. Но при этом враг продолжает стрелять. Это уже не первое. Поэтому, ну, с чем это связано, я точно не могу ответить, но то, что оно себя ведет нахабно в перемирие, это факт. Нет, мы всегда приказываем, слушаем командира. Если вы в перемирии сказали, значит перемирие. Мы не стреляем, мы не ведемся на провокации. Это точно, я вам говорю. Это сто процентов. Украинские офицеры и солдаты абсолютно уверены в показном, провокативном поведении противника. Я думаю, что, скорее всего, подобные провокации будут продолжаться и более интенсивно, и не только на нашем участке. Им необходима та картинка для их СМИ. Вместе с тем, на позициях у наших, с боевым духом и смекалкой, все в порядке. Из двух неразорвавшихся вражеских 120-мм мин соорудили спортивный снаряд. Получилась тяжелая атлетическая штанга. Занимаются спортом в перерывах между обстрелами боевиков, пока командование не дает приказ на ответный огонь по оккупантам. Фантазии, знаете, у солдат хватает. Подходящий материал нашелся. В принципе, нормально. Занимаемся понемногу. Есть свои режимы. Тоже выписали ребята. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Из Донецкой и Луганской областей. Иранский нефтяной танкер, который столкнулся с гонконгским сухогрузом, затонул после серии взрывов на борту. Пламя от горячего судна поднималось на высоту до километра. Последний взрыв произошел около полудня по местному времени. Через полтора часа после этого танкер полностью ушел под воду. Напомню, судно, принадлежащее иранской компании, столкнулось с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая. Это случилось вечером 6 января. На борту судна находились 32 человека. 30 из них граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения на танкере начался пожар. Спасателям удалось найти тела только троих. Я приехал сюда от имени господина президента, чтобы выразить соболезнования уважаемым семьям, почетным дамам и господам, которые потеряли своих близких в этой тяжелой и душераздирающей аварии. 32 человека погибли без похорон и без гробов. Они были сожжены дотла, когда их семьи плакали здесь. Вы правительство, что вы... Израильские военные обнаружили и уничтожили тайный тоннель, который прорыли палестинские боевики Хамас. Подземный ход вел из сектора Газа в Египет и пролегал на глубине 80 метров под территорией Израиля в районе контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом. Военные заявили, что тоннель это серьезная угроза для израильских граждан и приняли решение его ликвидировать. Также из соображений безопасности приостановлено движение через сам переход Керем-Шалом, который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинскую автономию и в обратном направлении. Однако, если к новостям о подземных тоннелях в Израиле привыкли, то скандал, разгоревшийся в стране в последние дни, стал сенсацией, несмотря на давность. Все дело в том, что в нем оказался замешан сын премьер-министра страны. Еще три года назад на Таньяху-младший был в ночном клубе, крепко выпил с друзьями, а после наговорил лишнего. Запись разговора попала в прессу, но почему ее опубликовали только сейчас, разбирался Сергей Услендер. Мало израильскому премьеру неприятности. Он сам фигурант трех уголовных дел. Отдельные расследования ведутся в отношении его жены Сары, которую обвиняют в жестоком обращении с прислугой и чересчур вольном расходовании средств на официальную резиденцию. А тут еще проблем подкинул его старший сын Яир. В прессу попала запись его разговора с приятелем Ори Маймоном. Это сын очень известного и богатого израильского промышленника, владельца газового месторождения. Запись сделана в машине, где друзья разговаривали по дороге из стриптиз-клуба. Там они развлекались. Мой папа устроил твоему отцу сделку на 20 миллиардов, а ты не можешь дать мне 400 шекелей. Да он воевал за эту сделку в Кнессете. Помимо всего прочего, друзья обсуждают девушек легкого поведения, за которых они заплатили в качестве своеобразного подарка сыну премьера. Запись, как выяснилось, сделана еще в 2015 году. Как раз тогда, когда в правительстве обсуждался вопрос, кому же отдать права на разработку газового месторождения Тамары. Достались они вот как раз предпринимателю Маймону. Нетаньягу старший весь этот скандал проигнорировать никак не мог и был вынужден публично оправдываться. Мой сын Яир наговорил много глупых вещей. Он сделал это под воздействием алкоголя и извинился за это. Он сказал еще две вещи. Он сказал, это не я, Яир. И он сказал, что это не те ценности, в которых его воспитывали дома. И он прав. Мы с женой воспитывали наших детей, чтобы уважать каждого человека и уважать каждую женщину. Публика сейчас задается интересным вопросом, а почему запись держали три года, а публиковали только сейчас. Ответ тут в общем простой и довольно очевидный. В этом году в Израиле выборы. Нетаньягу за годы пребывания в премьерском кресле нажил себе немало политических противников. И в преддверии выборов начинается война компроматов. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Отношения Вашингтона и Лондона ухудшаются. Всему виной не любовь британцев к Дональду Трампу. Недавний отказ американского президента приехать в Лондон на церемонию открытия нового американского посольства британцы восприняли с ликованием. А мэр Лондона в очередной раз напомнил Трампу, что его там не ждут. В свою очередь, сторонники Трампа устроили гражданский арест градоначальника. Ну а тему продолжит Светлана Чернецкая. Садик Хан первый мусульманин на посту мэра британской столицы. Он никогда не скрывал свое возмущение антиисламскими и расистскими взглядами американского президента. Хан напрямую говорит, в Лондоне Трампу не рады. Лучше бы ему совсем не приезжать. Поэтому, когда глава Белого дома сообщил, что не собирается посещать открытие нового американского посольства в следующем месяце, Хан заявил, Трамп наконец-то понял, что его здесь не ждут. Правда, поплатился мэр за эти слова уже на следующий день. Группа сторонников Трампа попыталась организовать гражданский арест лондонского мэра. Они ворвались на выступление Хана во время конференции, посвященной борьбе за гендерное равенство. Организаторам пришлось вызвать полицию и силой вывести нарушителей. Мы собрались здесь, чтобы осуществить ненасильственный и мирный арест гражданина. Мне очень приятно находиться здесь, даже несмотря на то, что нас прервали своими действиями люди, которых некоторые могут назвать очень уравновешенными гениями. Именно так очень уравновешенным гением назвал себя Дональд Трамп после заявлений о его психической нестабильности. И Садик Хан не упустил возможность в очередной раз подстрекнуть американского президента и его сторонников. Сам Трамп не признает, что в Лондон не едет из-за опасений столкнуться с массовыми протестами. Он сообщил, что недоволен сделкой по продаже предыдущего здания посольства. Мол, продешевили, к тому же новое здание построили на выселках. При этом в неудачной сделке обвинил Обаму, хотя решение принималось еще администрацией Буша-младшего. В общем, отношения между Лондоном и Вашингтоном становятся все прохладнее, а дата официального визита американского президента до сих пор не определена. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Многотысячные протесты на улицах Вены. Австрийцы недовольны присутствием в коалиции ультраправой партии «Свобода». Что именно потолкнуло людей выйти на улицы, об этом расскажет Елена Абрамович. Студенты, семьи с детьми, представители левых организаций, а также сообщества «Бабушки против нацистов». На демонстрацию в Вене по подсчетам полиции вышли не менее 20 тысяч человек. Организаторы называют цифры вдвое больше. Главная цель акции – выразить свое несогласие с участием в коалиции ультраправой партии «Свобода». Я здесь на этой демонстрации, чтобы заявить, я совершенно против действий этого правительства и хочу дистанцироваться от него. Мне больно видеть такой к обмину власти. Бесчеловечный, антисоциальный и действующий без мозгов. Партия «Свобода» на выборах в октябре набрала 26% голосов избирателей, в то время как партия нынешнего канцлера 31-летнего Себастьяна Курца – 32%. Так что такая коалиция стала неизбежной. Это не первые протесты против правых в стране, но они гораздо масштабнее предыдущих. Людей возмутили слова нового министра внутренних дел, представителя ультраправых. Заявление Герберта Кикля о том, что он хочет помещать беженцев в концентрационные приюты – это тот язык, который неприемлем в наше время. И в целом бесчеловечный и нелиберальный курс этого правительства. Это не что иное, как аналог нацистских канцлагерей, возмутились люди. В то же время, на фоне антимигрантских настроений отдельных слоев населения страны, в Австрии все больше выходцев из мусульманских стран стали обращаться в христианство. В 2017-м крещение совершили более полутысячи бывших мусульман. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В одном из ночных клубов Мадрида обвалился потолок. По меньшей мере, 26 человек получили ранения и просто на посетителя обрушилось 16 квадратных метров перекрытия. Полиция и службы спасения немедленно прибыли на место происшествия. Из здания сразу же эвакуировали всех людей. Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте. 11 человек до сих пор находятся в больницах. Полиция проводит расследование инцидента. Нам нужно было вытащить людей и закрыть клуб для профилактики, потому что другие участки подвесных потолков также повреждены. Второй этаж клуба будет закрыт на время следствия. В Турции самолет едва не съехал со склона в Черное море. Это случилось в аэропорту города Трабзон. Боинг, следовавший из Анкары, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в глине всего в нескольких десятках метров от воды. На борту находились 162 пассажира и шестеро членов экипажа. Их всех эвакуировали. Работу международного аэропорта Трабзона возобновили только утром. Причины инцидента пока неизвестны. Ложная тревога. В Соединенных Штатах начали расследование громкого ЧП, когда жители Гавайев официально предупредили о массовой эвакуации из-за приближающейся ракеты. О панике в курортном раю Дмитрий Анопченко. Баллистическая ракета угрожает Гавайям. Немедленно ищите убежище. Это не учение. Механический голос из всех громкоговорителей заставил запаниковать жителей курортного штата. Ведь помимо этого, объявления о ракетной угрозе появились и на экране каждого айфона, и на телевидении. Полный хаос и паника на Гавайях. Люди, живущие на Гавайях, разозлены, расстроены и запутаны. В Соединенных Штатах так устроена система гражданской обороны. В случае ЧП, Центр реагирования на чрезвычайные ситуации, дает команду, и оповещение автоматически в ту же минуту появляется на экране каждого айфона в этом радиусе. А компьютеры кабельных операторов тут же выдают бегущую строку поверх картинки всех телеканалов. Так произошло и на Гавайях. И люди 38 минут не знали, что оповещение ложное. В местных новостях рассказывают, какая паника началась. Жители бежали, чтобы спасти семьи. Пересиживали в подвалах. В панике родители прятали детей в канализационные люки. Семьи спасались в кладовках. Заволновались и здесь, в Вашингтоне. Оперативный дежурный Пентагона, узнав о происходящем на Гавайях, проверил ситуацию и доложил министру обороны. Мол, нападения нет, все это лишь ошибка, которую с большим трудом признали местные власти. Губернатор штата, выйдя к прессе, выглядел растерянным. Принес извинения и пояснил, что именно случилось. Все случилось, когда сотрудники передавали друг другу смену. Они обязаны проверить, что система работает. И сотрудник нажал не ту кнопку. Но попытки свалить все на человеческий фактор вовсе не объясняют бездействие властей. Почему допустили панику? Почему не отреагировали вовремя и не дали отбой? Почему в конце концов оказались не готовы к атаке, будь она настоящей? ЧП на Гавайях заставит изменить систему оповещений гражданской обороны по всей Америке. Ведь ракеты КНДР теперь уже способны достать до американской территории. И многие в Пентагоне убеждены – страна в опасности. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». 8 человек погибли, еще полсотни получили ранения в результате пожара в одном из развлекательных центров португальского города Тандела. Пожар вспыхнул, когда посетители центра следили за ходом карточного турнира. Чтобы потушить огонь, пожарным потребовался час. По данным местных СМИ, причиной пожара мог стать взрыв отопительного котла, после чего огонь перекинулся на крышу здания. Один человек погиб, и два десятка получили травмы в результате мощного землетрясения, произошедшего сегодня у побережья Перу. Толчки магнитудой 7,3 ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари в регионе Арикипа. Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 километров. Пропавшими без вести числятся 17 человек. Это шахтеры, которые в момент удара стихии находились под землей. Сейчас их поисками занимаются около полусотни спасателей. Местные власти предупредили о вероятности цунами. Эротический роман от президента Франции. Кто стал лучшим актером всех времен и в каком следующем фильме снимется Леонардо Ди Каприо? Об этом и не только. Смотрите просто сейчас в нашем обзоре. Полтора миллиона долларов отдал Марк Уолберг на благотворительность. Именно столько составил 2 гонорар за участие в пересъемке фильма «Сей деньги мира». Ленту пришлось переделывать из-за Кевина Спейси, которого в прошлом году обвинили в сексуальных домогательствах. Все сцены с его участием пересняли. А Уолберг после скандала решил пожертвовать полуторамиллионный гонорар фонду, созданному для защиты женщин от домогательств и дискриминации. Президент Франции Эммануэль Макрон в возрасте 16 лет написал эротический роман. Свое творение посвятил началу отношений с учительницей французского языка Бриджит Транье, которая впоследствии стала его женой. Об этом рассказала соседка Макрона, в то время зарабатывавшая наборами текстов. Именно ее Макрон попросил напечатать 300 страниц своей книги. По словам наборщицы, роман получился достаточно смелый и пикантный. Поступит ли он когда-нибудь в продажу, пока неизвестно. В Китае впервые в истории прошел чемпионат мира по гребле на льду. В необычном состязании при минус 25 приняли участие три сотни спортсменов из 23 стран мира. Участники на специальных лодках под названием «Ледяные драконы» пытались на перегонки пройти дистанции в 100 и 200 метров. Чемпионат продолжался три дня. Участники состязаний говорят, что победа в нем не самое главное. Тома Хэнкса назвали самым лучшим актером всех времен. По результатам голосования на портале Ranker звезда картин Форест Гамм в Филадельфии из постели рядового Райана получил более 22 тысяч голосов. На втором месте оказалась американская актриса Бет Дэвис, которая снялась в фильмах «Все про Еву» и «Смерть на Ниле». Замокает тройку лидеров Марлон Брандо «Крестный отец» и «Апокалипсис» сегодня. Эрик Клэптон теряет слух. 70-летний британский рок-музыкант признался, что в последнее время ощущает шум в ушах, руки его не слушаются, а по телу нередко проходит дрожь, что в значительной степени затрудняет ему игру на гитаре. Несмотря на это, Клэптон не намерен отменять концерты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, запланированный на март, и надеется, что поклонники его поддержат, несмотря на недостаточно хорошую физическую форму. Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино. В последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок картины «Джанго». По данным издания «Варайти», действие нового фильма происходит в 1969 году и расскажет о секте Чарльза Мэнсона. В Ди Каприо достанется роль безработного актера. Кто сыграет самого Мэнсона, неизвестно. Пока ведутся переговоры с Томом Крузом и Аль Пачино. В Запорожье родился настоящий ребенок-богатырь. Его вес превышает 7 килограммов. Это, по словам медиков, самый крупный, наврожденный в Украине. Как чувствует себя мальчик и, самое главное, счастливые родители, у которых это уже восьмой ребенок в семье, об этом расскажут наши корреспонденты. Маленького богатыря назвали Николай. То, что будет именно мальчик, семья дядько не знала до последнего момента. Счастливый отец, у которого в доме подрастает семеро дочерей, признается, узнавать пол ребенка специально не хотели. Говорит, это был действительно сюрприз, в который даже не сразу поверил. Я к ним наподнялся, говорю, девочки, а где мой? Они говорят, а вы что не видите? Все лежат там 3 килограмма, там 4, лежит на 7 килограмм красавица. Занимает два места. Говорит, а расстегните памперс? Не верю. Ну, действительно, оказалось, что у нас богатырь. Вот уже несколько дней, как мама с малышом дома отмечает, предыдущий ребенок, полуторагодовалая Олеся, тоже родилась крупной. Ее вес был 6,5 килограмм. Но маленький Николай побил все рекорды. Сюрприз. Для всех был полный. И для нас тоже, для врачей. И вес, и пол. Ну, значит, мне как он спокойнее, девочки у меня были. Пока спокойнее. Счастливый отец признается, новорожденным удивили многих. Но семье сейчас не до праздничных застольей. Все мысли, как прокормить большую семью. Постоянной работы ветеринару по образованию в родном селе нет. Вот и приходится подрабатывать, не рассчитывая на помощь от государства, говорит Алексей. 2400 гривен жена получает. За всех детей? Да. Не стыдно говорить эту сумму. Вот это для меня сейчас, что я сейчас дома, это для меня праздник. А так я утром уехал, вечером поздно дома. Утром уехал, вечером поздно дома. Это каждый божий день. Алексей уже мечтает о том, как со временем будет ходить с сыном на рыбалку и охоту. Пока же отец многодетной семьи заплетает косички дочерям и пытается помирить их в детских ссорах. Дерутся за то, скажем, в первую очередь, кто будет нянчить. Вот почему, мама, ты Диану пускаешь, братика, а меня нет. Несмотря на трудности и старенький дом, которому уже сто лет, семья Дядько считает себя самой счастливой и дружной. А это самое главное, говорят здесь. А еще очень горды своим семикилограммовым богатырем. Но на этом обещают остановиться. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область. И на этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности. Юэй. Хорошего вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин